Привет, народ! Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака, и сегодня мы попробуем выполнить второстепенный квест на островах Скелли, где он называется Кулаки Ярости. Этот квест значительно выше уровнем, чем, собственно, наш персонаж, уже по старой доброй традиции, да? Этот уровень, вот этого квеста 30-й, у нас персонаж 23-го левла. А итак, друзья, что мне удалось сразу узнать. Бои здесь проходят к тому же принципу, что и в Велине, но имеют ряд некоторых особенностей. Здесь, конечно же, бои сложнее. Наши противники имеют колоссальное преимущество на коротких дистанциях и на коротких силовых ударах, поэтому надо соблюдать большую дистанцию, наносить удары, силовые, в общем-то, состояния. А также некоторые присутствуют моменты, такие, как, например, невидно границ ринга. Здесь вот эта травка является границей этого ринга. Ну, давайте начнем, посмотрим, что там. Интересно. Я хочу драться. Скажи, как будешь готов? Ну, Геральт у нас всегда готов. Что за турнир? Расскажи о правилах турнира. У нас дерутся все. Юноши, чтобы показать силу и храбрость. Зрелые воины, чтобы не потерять навык. В Новиграде и в Велине проходят похожие соревнования, но там обычный мордобой. А у нас каждый бой маленький праздник. Значит, там, где я был до этого обычным мордобой, да? Ну, значит, они меня, так сказать, совсем не боятся. Да, мы готовы. Я готов драться хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. Ну, началось. Тут такое дело, Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она же смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Как он может это заранее знать? Тем более, вон он какой здоровый. Да, конечно, мы поддаваться не будем, друзья. А Эрика пусть вывод это делает. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать! Начали! Начинаем с блока, друзья. И как можно дальше отходим. Враг будет стараться с нами сблизиться. Нельзя ему это позволять сделать. Просто не даем ему сблизиться и все. Это ты зря. Он может так же блокировать наши удары. Можно, конечно, попытаться его заблокировать, но гораздо эффективнее просто отойти, а подождать, когда он пойдет и нанести удар. Видите, да, что он переходит на короткие? А на коротких-то он гораздо более эффективнее нас. Победил чужеземец! Победил чужеземец! Эрика, подожди! Пусть идет. Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара, он живет на Фарера, и Грима из деревни Халмштайн на Артскеллиге. Да, конечно, попробуем все это сделать, друзья. Эрика, естественно, свалила. Ей такое ничего не устроило. А более он нам ничего не скажет, к сожалению. Да ладно. Говорят, он пошел с ножом. Давайте, может быть, трапкуку и соберем. Нравится тебе здесь? Так, что-то вроде бы здесь раньше можно было взять еще. Давайте-ка, оглядимся. Да, вот здесь вот есть небольшой закуток. Сундучок, шкурки, рубашка, прочая ерунда. Там дальше мы уже ничего не найдем. Я также поиграл здесь местным кузнецом в Кайр Тролльдер. И поиграл также с травником в Гвинн, друзья. Они дают очень плохие карты. Я трижды сыграл с каждым из них. Они в основном погодные карты предлагали, но мне удалось выиграть, в общем-то, другие карты. В частности, я выиграл Грифона. Ну, все равно это слабая карта, да, пятерочка. Без всяких там способностей. И также выиграл Эндриагу. Ну, это вообще двоечка, тоже без всяких способностей. То бишь, здесь игры в Гвинн дают каких-то серьезных нам карт. Наверное, надо ждать серьезных соперников, так сказать. Обязательно выполним это задание. По игре в Гвинн. Ну, будет это, наверное, в следующей серии. А теперь давайте-ка отправляться за следующим соперником. Это у нас будет в Харвике. А здесь, друзья, работает абсолютно тот же самый принцип. То бишь, если мы позволяем сопернику сблизиться с нами, он переходит на короткий удар и буквально вбивает нас к стенке. И там мы уже ничего не можем сделать. А на все про все у нас будет совсем немного времени. Поэтому надо будет здесь как-то... А быстро ориентироваться уже, надо сказать, темнее. Давайте, может быть, помедитируем немножко. Вот как раз. Отлично. Сохранимся на всякий, начнем. А, да почему нет? А кто такой Эйнар? С виду, Эйнар знатный боец. Это внебрачный сын Лугоса Безумного. Весь пошел в отца. Драться будем или болтать? Да драться, конечно. Не будем заставлять Эйнар ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Иди, иди сюда. Вперед! Стараемся выиграть. Дистанцию. Вам надо обязательно отогнать его как можно дальше. Это самое главное. Ну вот, в принципе, мы это уже сделали. Он идет в контратаку. Самое главное, чтобы он не перешел на короткие удары, потому что короткие удары нам будет сложнее добивать. Он сильно блок держит. Там все равно его пробьем. Периодически он открывается. Вот и все. Отлично, друзья. Здесь мы все завершили. Больше они нам ничего не скажут. Давайте поговорим. Так и есть. Так, теперь возвращаемся к нашему Fast Travel. Тут у нас какое-то еще дополнительное задание открывается. Но мы не будем на нем пока заостряться. Прошу прощения. Мы с вами устроим, что вечно дева. К следующему бою. Он будет проходить в деревне Оренбер. Так, мы на месте. Тут мы можем сразу взять задание в доске объявлений. Призрак Сельдберга забираем. Отправляемся на арену. Вот это место. А вот наш соперник. Приветствую. Ты знаешь меня? Слышал. Слышал что-то. Да мимо ушей пропустил. Я слышал, вы тут устраиваете бои? Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Да есть, конечно. Кто мой соперник? Ха-ха. Ты любопытный. Грим дровосек. Всю зиму мутузят людей по разным корчмам. В этом сезоне он пробовал драться за звание чемпиона. Да жопа треснула. Ничего у него не вышло. Понятно. Как всегда, начнем с блока, там разберемся. Я готов. Сражайтесь без жалости. Помните о чести. И береги силы для следующего боя. Хе-хе. Едите колотить. Быстрее. Подходим подальше. Ну, в общем, все по старой схеме. Иногда он будет открываться, пытаться контратаковать. Ничего у него не выйдет. Геральт что-то не очень хорошо может отходить. Далеко не знаю, с чем это связано, но вот что-то блокирует Геральта, он не может прилично так отойти. Вот видите, я пытаюсь, не получается. Видимо, очередная игровая фишка. Чтобы Геральт не мог далеко отойти. А чтоб тебя стадо козло. Хе, стадо козло. Да. Вот мы его и сделали. Геральт-Скитарец победил! Твою мать! Ты славно сражался и заслужил встречу с Олафом на Анскеллиге. С Олафом, значит? Ну, ладно. Отправляемся на Анскеллиг, друзья. Это будет уже четвертый наш соперник. Некий Олаф. Так, и где тут наш Fast Travel? Ну, вот он. Смотрим. Мет находится здесь. Перемещаемся. Ристан Урила. Идем к арене. Что-то тут гроза разразилась непонятная, да? Гроза, мать ее. Давайте-ка, наверное, помедитируем перед тем, как начать бой. Так-то получше будет, вроде бы, распогодилась. Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Понятно. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах. У вас настоящая арена. Чтобы ее построить, королева Бирнабран отдала свои драгоценности. Так, и где Олаф? Когда будет достойный соперник, когда и появится. Ну, вот мы хотим подраться. Я хочу помериться силой с Олафом. Кулачный бой исконная традиция Скеллиге. И здесь на Анскеллиге ее особенно уважают. Понятно. Почему бои у вас в таком почете? На Анскеллиге жил некогда Дунс Медведь. Он убивал чудовищ голыми руками. И это турнир в его честь. Я согласен драться не на жизнь, а на смерть. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Выходи на арену. Если победишь в этом поединке, то удостоишься чести сразиться с чемпионом чемпионом. Ну, что звучит многообещающий, друзья. Давайте-ка выйдем против Олафа Дэн. Узнаем, кто это, что это. Бои на кулаках наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь, свидетельство силы клана. Тот, кто сегодня победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже стал героем. Да, друзья, Олаф, это медведь. Зараза. Самое печальное и сложное то, что этот медведь кусается, а и кусается он довольно сильно. В этом приходится делать буквально по одному два удара и отходить сразу. Вот он меня укусил, потому что я мимо как раз его челюсть пробегал. всякий раз, когда вы будете отпрыгивать в сторону его челюсти, его морды, он будет вас кусать. Вот, сейчас он повернулся и тоже укусил. Увернуться от этих укусов довольно сложно. Ну, забить мишку можно. это что он сильнее начинает кусать. Можно было, конечно, побежден в честной борьбе. Можно было и по-другому его убить, как-нибудь там заставить полутать в этих колоннах, которые были на арене, но я не стал этого делать. Итак, мы победили медведя, что дальше? Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиге. я наблюдал за тобой. У тебя огромный потенциал. Может, перейдешь из любителей в профессионалы? Ну, почему бы и нет. Давайте узнаем подробности. Ты о чем? Я ищу кого-нибудь, кто свергнет чемпиона чемпионов. Сейчас титул принадлежит бойцу со Скеллиге, и только ты можешь его победить. Спроси себя, достаточно ли ты крепок, чтобы отправиться на Скеллиге и бросить вызов чемпиону чемпионов? Да почему бы и нет. Можно попробовать. Великолепно! На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешься бросить ему вызов. Итак, друзья, есть еще некий соперник. Его надо одолеть. Но сначала давайте-ка заберем с мишки некоторые вещи. Отлично. Задание почему-то автоматически сбросилось на основное, сюжетное. Давайте-ка вернем наше задание. Дополнительное. Так, башни где-то тут. Клуги ярости. Чемпион чемпиона 11-го левела. Отлично. А пилить, конечно же, далековато. Ну, где-то здесь был Fast Travel. Сейчас воспользуемся быстрым переходом. А вот это место заодно возьмем с доски объявлений заказы. Рыба, рыба. А нет, ничего лучше. Хороший бараний оберег. Вон, я вижу отсюда эту доску. исчезновение Нильса забираем. Так. все равно показано, что прилично так надо пилить до этого места. Можем, в принципе, на лодочке доплыть. Смотрите, какая гладь доводная. Фактически идеальная. 饌. Afинку NO НИКО 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 БИХА лиGs Отлично. Так, тут у нас птички. Пока не будем с ними связываться. Ну вот та самая арена. Что, хочешь биться за титул чемпиона? Да, почему нет? Боюсь, придется подождать. Арена закрыта из-за несчастного случая. Мы должны все изучить и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось. Интересно. Ладно, там вот еще каких-то два товарища. Давайте с ним поговорим. Герль так прилично здоровье слил. Давайте, может быть, выпьем отвар из тролля. Во всякий случай. Другие дни мастера с призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он-то может и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь? Интересно. Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Да это, в общем-то, было очевидно. Ладно. Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал. Будто звали его Ули-неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормор не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули-неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улли, высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улли не выдержал и вогнал ему нож в спину. Но Тормор, умирая, проклял Улли, чтобы ты во веки веков проигрывал, как и сказал. Вот с той поры Улли и является на арене, и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают. А он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Интересно, понятно. Я бы мог попробовать прогнать этого призрака, но не задаром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Так, давайте попробуем разобраться, что тут происходит. Есть некий призрак, да, вроде как он на арене. Что-то я там ничего не вижу. А вот же он. Ну, подходи, не бойся. Ты наверняка выиграешь. Ха, интересно. Сохранимся. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Пули неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти. Сгинь призрак. Я одолею тебя дух арены. Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Угу. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угроз и не пугаю тебя смертью? Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет. Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. Одолей духа арены. Тут, конечно, все не так просто, друзья. Берись за оружие. Ну, берусь, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса будь добр. Позволим, пожалуй, ему выиграть, потому что... Я снимаю блок, друзья. Потому что в этом кроется разгадка. Придется этому призраку нас победить. Только так можно снять это проклятие. Я победил тебя. Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков. И этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо. Да пребудут с тобой боги. Ну да. Прощай, дух арены. Таким образом, друзья, все-таки иногда приходится вот так вот проигрывать, да? Чтобы выиграть определенный квест. А с призраком мы справились так или иначе. Давайте поговорим с этими ребятами. Нам кое-что причитается. Привет! Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннер, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься. А Гуннер говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания. Так, нам полагается процент. Ха-ха, 15 крон всего. Так, и вот с нами хотят поговорить. Красивые мечи. Привет. Ты мутант, верно? Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона-чемпионов считай нет. А ты же драться пришел. Ну да. Может мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним. Он отведет тебя куда нужно. Вот, чемпион чемпионов. Тролль? Пискальный тролль. Довольно зрелая особь. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы... Мы обеспечим погребение по вере претенденту. Ха, успокоили. Никому не мешает то, что нынешний чемпион тролль. А почему это кому-то должно мешать? Это очень порядочный тролль. Он пришел и сказал, что хочет драться. Когда чемпионом был Зама по прозвищу Песчаным, прозвище он получил еще до того, как тролль вбил его в землю. У этого тролля хоть имя-то есть? Он не выдаст своего имени до тех пор, пока его не победят. Это странствующий тролль. Если он в бою помрет, так он свое имя и не откроет. Это верно. Но он, похоже, не думает помирать. А может, все дело в том, что он тролль. И он просто не думает. Может быть. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии. Время начинать. Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. и и дать пробовать его победить чаще надо под нападать со спины конечно а 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 Победили мы тролля. Ну, может быть, теперь мы узнаем, как его зовут, этого самого тролля. Увару Валфа, друзья, его зовут. Ну, что ж, понятно. Думаю, на этом можно завершать эту серию, друзья. Выполнили мы все задания, связанные с кулачными боями на Скеллиге. И стали чемпионами чемпионов. Я благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Продолжение следует.